Всем здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал! С вами Николай. И сегодня я хочу сделать небольшую снова экскурсию по прачечной комнате. Вы знаете, общий обзор моей коллекции растений в квартире имел достаточно большой успех. На самом деле, среди зрителей появилось много новых подписчиков. Всем привет, новые подписчики! Огромный пламенный привет всем моим верным подписчикам и зрителям, которые уже со мной давно, больше года, да, на канале на моем. И спасибо большое также за добрые слова, которые я получил в Инстаграм. Также в Инстаграме было довольно много вопросов на тему разных комнат, да, так как я сделал общий обзор, не хотел бы делать сильно долгим, поэтому я так прошел быстро, все показал. Но были вопросы по уходу за репсалисами, по уходу за тилансиями, по уходу за хищниками и за многими-многими другими растениями. Поэтому я думаю, дай-ка я все, как там, двух зайцев одним выстрелом или одним ударом, да, думаю, объединю все в одно видео и расскажу именно по комнате, не по всей квартире, по одной комнате, но немного более, так сказать, разложено по полочкам. Немного про свет, про удобрения, про полив, тех растений, которые конкретно живут в данной комнате. Сегодня мы пойдем по прачечной, потом пройдем и по всем остальным, я думаю, комнатам. И также покажу вам парочку новинок, которые поселились за это время, за этот короткий срок, умудрились поселиться у меня в этой прачечной комнате. И одно растение, которое я в обзоре не показал, забыл про него. Единственное, растение, которое я показал в обзоре, так как оно висело высоко, я, рассказывая, ушел. В общем, не показал. Все, друзья, всем, кому интересно снова прогуляться по прачечной, более подробно, более, так сказать, разжеванно, более детально, предлагаю оставаться со мной. Ставьте лайки при желании, подписывайтесь при желании на канал и заходите ко мне в Инстаграм. Имя в Инстаграм в описании к видео. Всего вам самого доброго и начнем наш просмотр. Так, друзья, мы снова возвращаемся в мою прачечную комнату. Есть некоторые из меня, но их не так много, да? Первым делом, вы знаете, что я вам хочу показать? Это вот цветение. Сейчас у меня расцвела какого-то хризантемы в саду, а у меня расцвела сансевирия массаниана вейлфин. Посмотрите, какого огромного размера у нее цветонос. Да, просто очень и очень и очень крупный. Причем, вы знаете, она так долго его развивала. Я думал, это развивается у нее лист новый. Но когда пришло время ему выходить, я увидел этот дрынт, да, такой початок. В общем, буду ждать, когда она зацветет. Посмотрим, будет ли она ароматная или нет. И вы знаете, на удивление, сейчас еще начала зацветать еще одна. Тоже, да? Быстренько покажу эти две. Начала зацветать парва. И у меня есть такая мысль скрестить их в одном из моих видео. Я рассказывал, как можно получить новые сорта сансеверии. Жаль, что нет ярко-лиственной какой-то сансеверии в цвету. Например, вот эта, да? Golden Flame. Она была бы шикарно. Скрестить ее с массанианой. Но есть парва. Поэтому, мне кажется, возможно, они зацветут в одно и то же время. И я их опылю. Ну, опылю и другую. И посмотрим, что из них получится. Да? В общем, хотя бы такой эксперимент сделаю. Ладно. Начинаем наше движение с начала моей прачечной комнаты. Да, немного о тилансиях. Вот здесь живет большая часть моих тилансий. Друзья, не так давно я ими увлекся. Давайте чуть-чуть встану вот так. Кстати, вот это новинка. Говоря о новинках, вот эта тилансия у меня появилась не так давно. Но очень забавная, на мой взгляд. Интересная, похоже, на змею растет. И вот здесь несколько малышек тоже. По-моему, появилась вот эта, вот эта и вот эта медуза. Это новые тилансии у меня. Пришли они ко мне вот в этой структуре, в таких колбочках. Я не стал их в этих колбочках оставлять. Немного, мне кажется, ни к чему им там жить. Именно непосредственно с затычкой, с этой пробкой. Но колбочки здоровские. Я думаю, я их оставлю для, вы знаете, какого-нибудь, например, для черенков, какого-нибудь и пепремнума или еще чего-нибудь. Они будут забавно смотреться, да? Вот такие тилансии, друзья. Тилансии мои живут на достаточно ярком освещении. Яркий, рассеянный слегка свет. Я их не замачиваю. Вы знаете, тилансии есть разные. Например, вот такие тилансии, как вот такая, например. Или вот такая. Их можно замачивать. Но вот которые в форме бульбы, их желательно не замачивать, так как очень велика вероятность загнивания. Их просто опрыскиваю. Но так как они у меня все живут в районе прачечной комнаты, возле кухни, да? И очень-очень сильно здесь бывает пар стоит у меня, когда я готовлю что-то. Поэтому тилансии прекрасно себя чувствуют так. И пару раз в неделю я их слегка опрыскиваю. Опрыскиваю я их хорошо профильтрованной водой. Пропущенной через фильтр, да? Типа барьер-фильтр, грубо говоря. И с небольшим, совершенно буквально капельку я добавляю удобрения для орхидей туда. Знаете, первый раз я купил этот спрей. Сейчас я даже на секунду замру. Возьму в руку этот спрей, покажу вам. Вот такой спрей я его купил. Он идет для тилансии. Тут питание и увлажнение, да? И мне очень понравилось, что именно распыляющий момент, этот распыляющий элемент, да, насадка, она очень тоненькая. То есть она прям реально выдает пар. Сейчас я вам даже покажу. Хотя я их сегодня опрыскал, ну буквально сделаю пару таких движений. Вот так, пшик, пшик. Видите, он прям как спрей идет. Не как обычный пульвизатор, который прям большие капли воды выдает. Поэтому я вот его распшикал, так сказать, использовал и залил уже новую просто водичку, да? Домашнее так производство, экономно, дешево и сердито. И растения чувствуют себя вполне хорошо. Вот такие тилансии. То есть, да, я мои тилансии не замачиваю. Влажность воздуха у меня высокая. Видите, некоторые даже начинают сейчас зацветать. Именно по названиям у меня есть видео, я вам оставлю ссылку по названиям тилансии. Вот это тоже сейчас цветет. После цветения тилансии начинают постепенно погибать. Но они дают после себя детку. Смотрите, вот эта тилансия ко мне пришла в свое время. Уже отсветшая. Но посмотрите, сколько у нее деток. Раз, два. Можете видеть, да? Вот там в глубине, вон там еще виднеется. Две или три детки у нее есть сейчас. В общем, вот такая конструкция здесь живет. Мне она очень нравится. Вот здесь эти тилансии тоже еще живут. Вот здесь еще есть одна тилансия тоже. Сейчас пойдем к следующему растению. Вот еще вот такая тилансия. И вот это, это самая огромная. Мне очень нравится. Смотрите, вот моя рука. И какого она размера. Да, эта тилансия, она потрясающая. Самая большая, самая красивая. Я ее поместил на такую дощечку. Это был своего рода поднос декоративный. Я ее поместил вот так. С помощью проволоки. Проволоку прибил сзади, да? Поднос. И вот так она у меня здесь поселилась. Эта тилансия. Такие тилансии. Про них спрашивали. В общем, я мои не замачиваю. Просто пару раз в неделю опрыскиваю, друзья. И чувствуют себя они прекрасно. Да, и когда вы покупаете какую-то тилансию конкретно, вы читаете про нее по названию. Потому что вот такие, как бульба такая, да, своеобразная. Такие не надо замачивать. Такие у вас быстро погибнут. А вот такие, которые просто листиками, такие вроде можно замачивать. Но я даже не пытаюсь, потому что чувствуют они себя хорошо. И используют только опрыскивание. Дальше у меня живет здесь вот такой асплениум. Тоже живет он уже какое-то время. Вы знаете, его надо уже полить. Живет он у меня в кокосе. В таком я его посадил. Здесь кора, да, для орхидей. Моксфагнул. Стандартный грунт. Кстати, для суккулентов грунт. И добавление перлита. Всю эту конструкцию я приделал с помощью небольших гвоздиков, да, на такую доску. Это срез пальмы. Он очень легкий. На эту доску я приделал. И вот так я проливаю. Знаете, беру лейку. Проливаю хорошо. Все очень быстро сходит вода. Так как грунт очень легкий. После чего я даю время некоторое пройти. Да, проходит время. И снова проливаю. То есть за один раз я снимаю его. Ставлю его в раковину аккуратно. Так вот, прям за эту, за доску беру. Ставлю его в раковину и проливаю. Знаете, чувствует он себя хорошо. Очень многие люди, я знаю, мучаются со сплениумами. Потому что они их активно поливают. И на листьях появляются такие, знаете, думаю, многие из вас видели, темные пятна. Темные круги пятна. Листья начинают погибать. И мы думаем, чего же им не хватает. Мы просто зачастую их заливаем. А сплениумы и в целом папоротники должны хорошо просыхать. Вот мой хорошо просыхает. Чувствую себя прекрасно. Вот эти повреждения, они были изначально. Вот пара листиков, да. Видите, вся молодая поросль, так сказать, выглядит чудесно. Он уже хочет пить. Вот я по виду вижу, что листья начинают терять немного цвет. Когда он хочет сильно пить, надо его сегодня будет мне полить обязательно. Но при этом, я говорю, он лучше немного постоит подсушенный, чем мы его активно прольем. Да, и у нас начинает загнивать. Друзья, хорошее, яркое освещение для сплениумов и крайне умеренный полив. И будет им прекрасно. И они, в принципе, любят хорошую влажность воздуха. Но вы знаете, они такие жесткие, на мере, вот этот сорт, что он прекрасно такой прям восковой у него налет немного. Чувствует у себя прекрасно. Я думаю, будет и при не очень высокой влажности воздуха. Дальше идут у меня вот эти красавцы, репсалисы, да, и эпифилум. Вот этот эпифилум, да, называется. Эти два репсалиса. Репсалис парадокса, парадоксальный, так сказать, репсалис. И репсалис парагвайский, крусифлора. Крусиформа, извиняюсь, крусиформа. Вот такие два репсалиса. Тоже про них спрашивали у меня. Николай, как вы их содержите? Опять-таки, хорошее яркое освещение. Репсалисы любят хорошее освещение, но не любят яркое прямое солнце. То есть, несмотря на то, что это кактусы, да, лесные кактусы, репсалисам сильно яркое солнце. Например, на южном окне не нужно. Они будут у вас просто гореть, друзья. Не стоит их переносить в такие места, да, слишком ярким солнцем. Они не любят долгого пересыхания грунта. Тоже особенно репсалисы тоненькие есть. Очень, которые такие, знаете, прям тоненькие репсалисы, в общем. Они могут начать активно сбрасывать листья от стресса, да, от пересыхания. Такие репсалисы листья сбрасывать не будут, но их пересуживать тоже не стоит. Такой же, в принципе, и уход и для эпифилума, да. Всегда регулярно поливаем. Даем грунту просохнуть примерно, чтобы он был влажный. Ну, грубо говоря, мы, конечно, не определим, но на 30%, чтобы он был влажен. И после этого уже поливаем. Как определить? По весу. Когда мы полили, можем наш горшочек в руке подержать, взвесить, да. Если он тяжелый, после полива будет, когда уже ему надо будет поливаться. Опять-таки, мы его проверяем, и он будет намного легче. Грунт я беру для суккулентовых кактусов, стандартный, с добавлением перлита. Вот такая красота. Я за ней так ухаживаю. Здесь пошел новый рост. Вот молодые побеги пока еще тоненькие, но постепенно начинают набирать, так сказать, форму. Вы можете видеть здесь. И все они легко, кстати, легко размножаются. Можно взять достаточно одну веточку такую, отломить. Можно прорастить в воде, можно сразу помещать в грунт. И они прекрасно этим образом размножаются. Да, вот такой вот у них, у репсалисов, несложный уход. Хорошее яркое освещение. Солнышко, да, притеняем от прямого. Умеренный полив, но сильно не стоит пересушивать. Удобрять удобрением для кактусов и суккулентов. И грунт я использую для кактусов и суккулентов с перлитом. Кстати, вот еще один перлит. Говорю, вот еще один перлит. А вот здесь, кстати, еще у меня есть илансия. Тоже. Так, я ее показывал в обзоре. И не показывал я вот этот репсалис. Совершенно он у меня не попал в кадр, хотя он прекрасен. Вы знаете, репсалис пилокарпа называется данный репсалис. Я вам вставлю фотографию, он очень активно у меня цвел. Потрясающе и красиво активно цвел. И вы знаете, после цветения он так активно осыпал эти цветоносы, свои цветочки. Знаете, какие-то даже остались. Вот видите, вот этот. Мне кажется, кто-то обвалил какая-то мошка. И возможно, там будут созревать плодики. Но цвел он как, я писал в инстаграм, прям как невеста. Хотя он был весь белый-белый. Очень красиво эти тени. Так, дальше. Здесь у меня кто стоит? Сансеверии. Сансеверии мои многие из вас знают. Здесь они живут. Хорошо себя чувствуют. Это массониана варигатная. Назову вам просто сорта, да. Это от Silver Princess. Сорт. Тоже очень красивый сорт. Не любит яркое солнце. На ярком солнце начинает гореть сильно. А здесь сансеверия консина. В народе ее называют ложки еще. Да, сансеверия роксбургьяна. Тоже не любит яркое солнце. Несмотря на то, что это жесткая сансеверия. Листья у нее очень жесткие. Получилось во время ожоги. Очень сильно начало выгорать. На солнце. Причем на восточном окне. Буквально не так давно. Совершенно не так давно. Сегодня меня спрашивал один зритель. Подписчик в инстаграм. Говорит, Николай, я хочу поставить мои сансеверии на южные окна. Я говорю, с этим очень аккуратно. На южных окнах сансеверии могут начать просто выгорать. Знаете, какие-то сорта их могут выдержать, эти южные окна. Но большинство растений нужно притенять хотя бы органзой какой-то. Иначе просто будут желтеть. Вот я вам покажу эти фрагменты. Вот здесь вы видите, ожоги были. На восточном окне обгорело. То есть здесь сейчас стоит она в таком помещении. И тут чувствует себя намного лучше. Сансеверия Кристи, которая также часто сравнивается с Сансеверия Голден Флейм. Вы видите Голден Флейм. У нее больше желтизны. Вот такая она идет. Кристи. Она больше какая-то смесь между Сансеверия Блэк Голд и Сансеверия Голден Флейм. Вот такая Кристи стоит здесь. Тоже растет детку, молодое поколение Кристи. Такая Сансеверия. Помните, называется Ханикрео. Ее называю достаточно обычное растение. Я люблю их держать группой. Видите, да? Я их не рассаживаю, Ханьки. Многие делят. Кстати, для новичков, которые не знают, как ухаживать за Сансевериями. Если у вас Сансеверия вот такая розеточка дала детку, дальше она расти не будет, пока детку не отделите. Но детку не отделяем до тех пор, пока она хорошо не разовьется. То есть если детка совершенно маленькая, то есть давайте я вам покажу какую-нибудь, например, вот такая коротышечка, да? Вот она, видите, да? Не стоит такую детку отделять. Даже вот такую еще стоит придержать, да? Потому что вы видите размер взрослого растения. Чуть фокус теряется. Размер взрослого растения детки. То есть дайте подрасти. Когда детка подрастает, тогда мы можем аккуратно столон, корневище, такой своеобразный имбирь поделить и отделить детку и посадить отдельно. Чем дольше детка просидит с матерью, тем лучше она будет развиваться в будущем, друзья. Да, например, вот такую малышку тоже не стоит отделять из горшка. А вот такую тоже детка, да? Вот это, смотрите. Видите уже, какая она крупная. Вот такую уже можно спокойно, запросто отделять из горшка. Кстати, сансеверия это Black Diamond. Называется данный сорт. Здесь еще есть массониана, да? Как я уже вам показал, цветущая. И вот такая сансеверия цилиндрика. Цилиндрики очень сложны с названиями. Их очень много и сложно определить. Но эта цилиндрика в высоту листа больше метра. Примерно полтора метра в высоту каждый лист у нее. Посмотрите. Вот такие листья. Специально поставил в этот угол, потому что нигде не смотрелось эстетично. Такая раскоряка. Кстати, тоже активно цвела в свое время. После цветения розетки сансеверий не погибают, но прекращают расти. Видите, вот здесь у нее был цветонос. Такой фокус. Не фокусирует, на другом фокусирует. Вот там, видите, такое вот здесь. Там был цветонос, когда он погиб. То есть, сансеверия сама не погибает. Постепенно она начинает угасать. Но очень постепенно. Вы знаете, годы могут пройти, пока она загнется сама розетка. Но вот пошла у нее дочь. Вот эта вот коряга, это тоже такая дочь. Тоже уже неизвестно какой высоты. Огроменная получилась. Так, дальше. Детка, кстати говоря, от моей Массанианы Варигатной. Вот эта, эта детка от вон той Массанианы. Да, вот такая она тоже. Кстати, у нее есть под землей деть. Я буду ждать ее выхода. Тоже очень хочется на нее посмотреть. Сансеверия Хани. Гилд Эйдж. Позолоченный край, так сказать. Да, кончик. Ну, контовочка у нее есть. Тоже своеобразная, приятная на вид Хани. Тоже покупалась она в одну розетку. Уже разрослась. Была пересажена. При желании можно поделить. Вот это все, это уже детки. Но мне пока делить не хочется. Я просто за ней наблюдаю. Ой, вот эти новые телефоны. Вот знаете, на старых такого не было. Чем новее телефон, тем больше какого-то у него бреда. Вот это все время расплывается. На чем-то хочется сконцентрироваться на одном листе. И все остальное изображение просто размывает. Непонятно зачем. Такая у него функция. Так, ну вот это Сансеверия Парва. Тоже, вы знаете, к сожалению, у нас не могу найти нормальные таких просто кружки, как ободки типа для томатов. Вы знаете, чтобы не распадался куст. У нас в Леруа Мерлен их не продают. Вот я как могу так и делаю. Да, вот такое вот. Потому что распадается куст. Я ее вот так закрепил. Сансеверия Трифосиата Робуста. Мне также писали, что это на самом деле зеланика классическая, которую сложно встретить. Ну, я ее знаю как Сансеверия Робуста. Да, хотя они очень похожи с обычной зелани, которая стандартно продается в магазинах. Но у этой намного шире лист. Тоже большой куст. Она мне досталась чуть больше трех лет назад, когда я переехал в эту квартиру. То есть, она была в этой квартире в какой-то глине абсолютной жила. Две убитые розетки, которые стояли в полной темноте. Кстати говоря, о Сансевериях немного об уходе. Полив умеренный Сансеверием. Не стоит их пересушивать как кактусы. Особенно форма Трифосиата. Трифосиата – это любые Сансеверии с такими вот листьями. Вот это Трифосиата. Вот это Трифосиата. Вот это Трифосиата. Вот это Трифосиата. То есть, все это Трифосиата. Это цилиндрика. А это жестколистные плосколистные Сансеверии. Вот это. Например, Массаниана, она относится к жестколистным плосколистным. Вот так же, как эта. Вариагатная Я так много скачу В общем поливаем их аккуратно Свет яркий тоже они любят Это теневыносливые растения, друзья Но теневыносливые не значит, что она тень любит Сансеверии не любят тень Они начинают некрасиво расти Особенно высокие сорта начинают заваливаться Побеги у них, новые листья вырастают очень тоненькие Начинают хрупко так, знаете, падать А невозможно их собрать в кучу Если сансеверии получает достаточно света То у нее вот такие будут красиво прямо стоящие листья То есть никуда она не будет разваливаться Во все стороны, ничего с ней не будет происходить Есть сорта, которые сами по себе Под весом листьев, особенно абрутианы Есть такие сансеверии, трифасиаты Они любят расти более развалисто Но это исключение из правил Даже абрутианы, если им достаточно хорошо света достается Растут вполне компактно А вот такие, например, хани Если им мало света Они начинают эти листья, которые в принципе Как розеточки, да, вытягивают Постепенно вытягивают, вытягивают, потому что им мало света Либо просто прекращают расти Поэтому, друзья, сансеверием ищите Места с хорошим освещением Моя рекомендация Но от южного солнца И даже многие на восточном прямом солнце Не очень хорошо растут То есть им яркий рассеянный свет С небольшим количеством прямых лучей Западных, например, да Либо восточных Следующее растение Это платицериум Друзья, платицериум Это папоротник Очень такой эпифит своего рода, да Прекрасно себя чувствует Когда он растет на различных деревьях У меня про него Есть отдельное видео Кстати, оставлю вам ссылку Как я делал эту конструкцию Как я закреплял Смотрите, он чувствует себя хорошо Он у меня уже, наверное, месяц Даже чуть больше Пошли у него новые листья Есть у него спорообразующие листья Вот такие На этих листьях должны появляться споры И есть такие покровные листики Да, вот это, как вы видите, коричневые Постепенно они выходят зелеными Начинают засыхать И образуют своеобразную Такую, знаете, как каску В этой каске Такой своеобразный каскодом И в этой каске собирается Опавшие листья Сгнившие какие-то листья Продукты разложения Да, еще что-то Ветер там заносит Какие-то кусочки коры земли И все это помогает Эпифитному, так сказать, платицериуму Жить Прекрасно себя чувствовать Развиваться на стволах деревьев Например, да Поэтому я его посадил В такую конструкцию Тоже даю ему хорошо просыхать Потом я несу его в душ Вы знаете, я его поливал, наверное, раза 3-4 За это время, сколько он у меня живет Несу в душ Также фильтрованная водичка Я обычно использую не отстойную воду А именно фильтрованную Фильтрованная вода Обычный фильтр, да Не осмотический Осмосис, который проходит полное очищение То есть вода становится полностью Без минералов, без ничего А именно фильтр типа барьер Угольный фильтр Намного лучше такая вода для полива По возможности, да Чем просто отстойная вода На самом деле По качеству воды Я смотрел на эту тему Видео И проводили эксперимент В общем, вот такой водой Опять-таки, проливаю его хорошо Обычно его, знаете, прям кладу На бочок Так сказать, не на бочок Она в душевой кабине И проливаю, проливаю И так я делаю несколько раз Потому что вода Ну, очень быстро из него выходит А мне нужно, чтобы весь этот мох Сфагнум Также кора И Ну, мох сфагнум и кора на самом деле Там Ну, и грунт, в котором он шел Хорошо пропитались Поэтому так я делаю, да Так, про Сансеверий рассказал Кто у нас здесь дальше еще Вот такие еще Сансеверии Это просто скажу название Сансеверия Стар Роуз Вот это, да Это Сансеверия Спайдер Данная Сансеверия Это Сансеверия Кордова Кстати, вот вы можете видеть на Кордове Пример Сансеверии Которая стояла на ярком солнце Вы видите, да Сансеверия относится к жестколистым Даже не в трифасиата И она стала материнская розетка Полностью желтая Я ее переставил сюда И вы знаете, постепенно зелень возвращается Я как-то спрашивал одного специалиста Иностранного, да Насчет зелени И мне говорили, что зелень не возвращается Вот это уже второй пример у меня Сансеверии Которую я переставляю в более темное место Темное, вот она стоит Возле окна, кстати, южного Просто оно матовое Да Но нет на ней прямых солнечных лучей В течение дня И видите, начала возвращаться зелень Постепенно к ней возвращается зелень Она была вся желтая, друзья Абсолютно желтая Выглядят они очень эстетично Так, дальше вот такая малышка Давайте я вам скажу Это Робуста Дворф Карликовая Робуста От нее, кстати, покажу ее вот так Очень красивая Сансеверия Она достойна отдельного показа От нее у меня есть детка от листа Вариегатные Сансеверии жесткие Плосколистные Либо цилиндрические Если там цилиндрических вариегатных Тоже есть, тоже встречаются От них детка от листа пойдет по сорту Пойдет вариегатной От таких же Сансеверий Вот если я возьму этот листик То практически со стопроцентной вероятностью Пойдет просто зеленая Есть случаи, когда детки получаются цветные Знаете, я не знаю, как это происходит Но я сколько раз не пытался У меня всегда получались зеленые А вот это такой посадил листик И пошла вариегатная Очень красивая Следующая Сансеверия Ой, у этой знаете Такое название запутанное Клон Кордовой Персони Ибалуя Вот такая у нее Кстати, есть деточка Или нет? Нет, у этой нет Вот это есть пара деток Тоже Смотрите, какая она некрасивая Ко мне пришла из Азии в свое время Ну, какие у нее красивые дети Да, вот такая у нее детка Сейчас вам скажу, тоже сорт Так как видео такое сегодня у нас Более разгульного характера Можем себе позволить Времени побольше Смотрите Как она выглядит Да, а сорта Нет, сорт есть Вот он здесь написан у меня Да что ж такое Не видно сорт По памяти не помню Сладкий сельдерей называется она Видите, как она выглядела плохо Из Азии это не клеешь, ничего Это она просто вот такая плохая была В плохом состоянии Вот детки Красивые, здоровые Три штучки Сладкий сельдерейчик У меня здесь живет Кстати, у Стар Роуз Детка одна уехала От моей Стар Роуз К моей зрительнице Она уехала к ней В другую часть Испании Страну Басков Девушка У меня Женщина-девушка заказала Большое количество моих излишков И забрала их себе Пролон гибридный Такая вот Сан-Северия Тоже потрясающе красивая На мой взгляд Прости, детеныша Тоже жирненького Такого сочного Красивая Санса Небольшая Заказывал из Азии В свое время Большая была проблема Их получить на самом деле Потом А вот новинка Друзья Вот такая Лидеборья Паусифлора Лидеборья Возможно, я название Не совсем проношу Я их читаю с латиницы На испанский манер Да? Так я живу в Испании Поэтому, возможно Может, там В вашей стране Да, я не знаю Где вы живете Зритель мой Дорогой Может, чуть иначе произносится Но то, что она будет Лидеборья Это 100% Вот такая Интересное растение Посмотрите на нее Например, тоже суккулент Кстати, суккулентное растение Хорошо запасает В этих своих луковичках Вот пошел новый рост В луковичках в этих Влагу Цветет Листья держит круглый год То есть, нет у него Перегода покоя Очень приятный суккулент Небольшой Очень красивый цвет Посмотрите, какие листья С серебристым налетом Пятнистики Они бывают разные Видите, какая Лидеборья Достаточно компактная Медленно растущее Красивое растение Рекомендую, друзья При желании Заводить Себе такую Лидеборью Следующая Красота Это Сансеверия Я их ставлю На коленку себе Чтобы их взять Чтобы они не упали Да, Гроссилима Кстати, Гроссилима Прилично подросла Она мне очень нравится Листья практически Полностью желтые С небольшой зеленью Такой размытой Вы знаете Кремовые листья Прям прилично подросла Она у меня Малявка все равно Но красивая Красивая Детку не дает Вот она не хочет Сплодиться Одна из немногих Сансеверий Которые не любят Давать Потомство Кстати, сансеверии Трифасиаты Вот такие Друзья, опять-таки Повторяюсь Кто не знает Трифасиата Называется Хани Трифасиата Это просто Трифасиата Трифасиата Трифасиат Стоят Стоят Трифасиат Стоят они у меня в воде Друзья Это про уход Яркий свет Они любят Здесь я даже Когда иногда Яркое южное солнце Сверить Я открываю окно И даю им Побыть на солнце Очень-очень хорошо Они себя чувствуют На нем Вот такие Вот Сарасени Три трубочки Да Это Сарасени Это Сарасения Например Когда она Получает много Света У нее Листья Становятся Багровыми Да Очень красивая Сарасения Есть еще Вот такая Сарасения Тоже у меня Сарасения Тес Сарасения Фуэрни Дай я вам покажу Что вы видели сами Такая Сарасения Фуэрн Фуэрнхами И вот это Называется Пурпуре Очень и очень Красивое растение Да Здесь также у меня Стоит Дионаэя Венерина Мухоловка Вот такая Венериной Мухоловке Нельзя трогать Листья Друзья Нельзя Пальчик там Ради интереса Засовывать К ней в листья Потому что Когда они Закрываются Закрыться Они могут Несколько раз И после этого Просто лист Начинает отмирать Поэтому если Там муха Какая не летает Нельзя их трогать В общем Яркое освещение Всегда влагу Оставляем в подоне Всегда им нужно Быть мокрыми Иначе у них Будет стресс Если они Пересыхают И могут Начинать погибать Постепенно Трубки Начинают Вот у Сарасения Конкретно Трубки Начинают Отсыхать Это абсолютно Нормальный Процесс У Сарасения И венериной Мухоловки Есть период Покоя На зиму Их прекращают Поливать Ставят место С пониженной Температурой Вплоть до Если вот У меня нет Возможности Поставить Но Вплоть до Холодильника В холодильник Даже убирают На пару месяцев Они спят Отдыхают После чего Их снова выставляют И они начинают Заново расти Поливаю я их Водой Дистиллированной Друзья Хищников Поливаем Дистиллированной Водой Либо дождевой Водой Из-под крана Кипяченой Водой Не стоит Поливать Это для них Неполезно И даже Может быть Губительно Особенно Если у вас Сильно много Минералов Еще чего-то Кормить Специально Их не нужно Хищники Если им Не хватает Питания Гру для них Это чистое турбо То есть Кокосовое волокно Чистое турбо Торф Торф Чистый торф Извиняюсь И добавляется Перлит Все Им торфа И перлита Вполне достаточно Для того Чтобы они Жили хорошо Если залетит Какая-то Мошка Мушка Ну Так сказать Бог ей судья Никто Никто Не заставлял Специально Вы знаете Я один раз Поймал таракана И бросил В одну трубку И он так Шкребся Вы знаете Прям Вроде бы Таракан Да Ну не знаю Мне было Настолько его жалко Что я это сделал Правда Он очень быстро Перестал Шкрепстись Но даже Такую смерть Знаете Таракан Не заслуживает В эту кислоту Его бросать У них внутри Кстати Кислота Которая Если вам пойдет На руку Вам ничего не разъест Абсолютно Да Ничего не будет Не попадало Ничего страшного Нет Просто руку Помойте Но эта кислота Она постепенно Расщепляет Жучков Червячков И все прочее Вот так Они туда спадают Вы знаете В эти трубки Рекомендую попробовать Я очень думал Что это сложные Такие Вы знаете Прям растения Не подойти Ни на какой Телеге там Не подъехать Или на чем еще Подъезжают Но очень простые И вы знаете Прекрасно растут Я их пересадил Путем перевалки Побольше дал грунта Какая-то Думаю Разница Все равно Он все время влажный Им всегда мокро Поэтому я дал Побольше грунта Они были в прочных горшках И они как начали Выдавать мне Огромные Вот эти Трубки То есть Были изначально Трубки Все вот такого размера Как они пошли В рост То есть Им понравилось А еще есть Вот такая У меня хищница Тоже Рекомендую Друзья Кстати Вот ее заводить Первым делом Мух у меня нет То есть Эти красавицы У меня стоят Так сказать Голодные Практически без мух Но растут шикарно А вот это Дроссера называется Это конкретно Дроссера Ауаэ Ауаэ Аусиэ Я вам покажу Написано Алисиаэ Да Вау Ауау Что с ним получилось Заживало пластинку Алисиаэ Дроссера Да Вот такая Потрясающая Друзья Она так здорово Ловит Комарика Вот этих земляных Которые появляются Обычно Когда мы Чуть перевлажняем Грунт Например Когда я проливаю Сфагнум Еще что-то Вот асплениумом Да Хочешь не хочешь Комарик Там может поселиться Плюс вот эти Мокрые Все время стоят Тоже может поселиться Комарик Плюс у меня тут Сингониумы Мы до них еще не дошли И он Этот кустик Собирает всех То есть Абсолютно всех У меня еще есть Другая дроссера Я купил еще одну Она живет сейчас В комнате Где у меня ородные И тоже прекрасно Справляет с этой работой Видите У нее именно Конкретно У этих растений На листьях Образуются Крошечные капельки Крошечные капельки Как такой Своеобразный сок И к этому соку Очень хорошо Прилипают эти мошки Если будет что-то крупнее Какой-то жучок То эти листья Скручиваются То есть Вы знаете Я так часто Показываю палецным Потому что удобнее с пальцем То есть Вот например Вот так лист Прилипла к нему мошка И он так Скрутился И ест ее А если конечно Мошечки маленькие Вот такого плана То они просто прилипают И из них высасывается Жизнь Так сказать Но как-то этих комариков Когда они сами прилипают Мне не жалко Думаю Сам напросился Сам прилип А тараканам было очень жаль Как-то прям Зацепило меня Еще есть у меня Вот такой хищник Смотрите Тоже Причем который Очень долго Не хотел набирать Липкость После покупки Пингвикула Такая Агната Пингвикула Агната Да Очень долго Не хотела набирать Липкость Да После стресса После этих всяких Голландских доставок Но я вижу Что начали прилипать К ней наконец Тоже мошки То есть Липкость начала Формироваться Постепенно на листиках Отошла она от стресса И начала тоже Так сказать Уничтожать Вредителя для меня Вот такие Да Растения Я все рассказал Вроде бы По их уходу Очень легко Сажаем в торф С перлитом Всегда оставляем им Влажные такие поддоны Я даже приспособил Такие Вполне эстетичные поддоны Видите Там вода Всегда Стоит в них вода Если немного просохнет И нет воды Там один день Тоже не смертельно Грунт все равно Будет влажный Главное ему не давать Превращаться в камень Такой сухой Иначе погибнут Очень быстро Не переносят пересушку Да Вот это цвела Кстати тоже цвела Активно Вставлю вам фотографию Ее цветение Очень красиво цвела Да Вот это Красавица Венерина Мухоловка Еще одна Куда уже их ставить Очень мне в последнее время Время нравятся Фитонии Друзья Ну такие они славные Такой у них интересный цвет Они прям как вспышки Какого-то фейерверка Цвета Два сорта Вот такие Вот это прям шоколадная А это красно-зеленая У меня есть еще два сорта Посаженных в одну композицию Я вам их показывал в обзоре Тоже вставлю фотографию Теперь у меня 4 фитонии Есть разных Я их сажаю Пару сортов В один горшок Причем они разной высоты Это явно крупнее Это пониже И она прям гармонично смотрится И как она хорошо вписалась Возле вот этой Как она называется Не драссера А соросения Да? Тоже по цвету Кажется очень красиво получилось А еще есть у меня вот такой Непентис Друзья Закончим уже о хищниках Непентис Блоди Мери Непентис Не нужно ему так много воды Друзья Грунт должен быть влажный Но не нужно ему ставить Поддон с болотом То есть Непентису нужно давать Немножко все-таки Просыхать Тоже хищник Но не настолько Водолюбивый Постепенно у него Вот эти кувшинки Засыхают Да? То есть сухенькие Но на листьях Постепенно образуются новые Которые начинают развиваться И тоже должны быть Кувшинками Да? Я его покупал с кувшинками Все засохли постепенно Но на новых я вижу Очень много Молодых Кувшинов будет Да? Постепенно отрастут Я думаю Такой Непентис Карликовая она форма Большой мне к сожалению Вешать негде Так Следующая Еще одна новинка Друзья Пеппероми Тоже любовь моя Кто-нибудь скажет Все любит Он все любит Не все на самом деле Люблю Нет все люблю Но не все хочу иметь в себя Вот такая Пепперомиа прострата Называется она Еще называют Как-то черепашка Черепащая Ну в народе Да? Пепперомиа Посмотрите Какие у нее красивые листья И действительно напоминают По цвету панцирь черепахи Очень хорошо И здорово она растет Очень пышный куст Я ее покупал Правда крупный Но вот это все Она уже как-то начала Прям нереально Со стремительной скоростью Развиваться у меня Пепперомиа прострата Но и с анакампельным пепперомием Очень красивое растение Крайне умеренный полив Друзья Пепперомиа Относится к травянистым растениям Это своего рода Травянистые растения Да? По-моему От нее относятся К перечным Или к чему-то такому Не буду сильно умничать Честно сказать Ну вот травянистые растения Но суккуленты Друзья Даже трава может быть суккулентом Да? То есть то, что это трава Не значит, что ей не нужно Относиться к ней как суккулент Вот, например Пепперомиа Вотермелон Всегда нужно давать им всем Просыхать Контролировать полив Ни в коем случае не заливать От полива Они погибают моментально Если она пересушена То когда мы берем ее лист Он у нас прямо Знаете, практически складывается Видите? Вот это нормально То есть Тургор есть Если я беру лист И он прямо складывается Ей нужен полив Но вы знаете Я, кстати, веду журнал полива Это отдельная тема для разговора У меня Это в отдельной теме для разговора Кстати, у меня будет видео С пересадками Я там Тему журнала я упомяну Пока не буду все карты открывать В общем, есть журнал полива Я по нему контролирую Растения И даю просыхать Хорошее яркое освещение Сильно Прямые лучи солнца Особенно юга Там запада Или с утра востока Не нужно им Могут листья гореть Листья достаточно нежные Растения в целом любят Высокую влажность воздуха То есть, если вы постоите Где-то на кухне на окошке Ей будет прекрасно Я мои растения не опрыскиваю В плане спульверизатора Водичкой Нет в этом, честно сказать, смысла Кто-то может поспорить Я не хочу даже спорить Ни с кем Да Но нет в этом смысла особого Если хотите повысить влажность воздуха Используйте увлажнители воздуха Это действительно повышает влажность воздуха Попрыскать Пять минут прошло И вся влажность воздуха Вернулась на круги своя Какая была Грунт я им использую, кстати, тоже Стандартный для суккулентов и кактусов Добавлением перлита Вообще, в этот грунт сажаю Практически все мои растения Даже ароидным его добавляю Но там добавляю немного Другие ингредиенты еще А размножаются очень легко Тут, например, можно взять побег Тут просто мы берем лист Причем можно взять один лист Даже без черешка Просто даже его порезаны пополам И воткнуть в грунт Или в перлит влажный Постепенно начинают расти Маленькие пеперошные листья То есть, легко размножаются, да? Поливаем крайне умеренно Хорошее освещение Если будет плохое освещение Тоже начинают очень сильно вытягиваться Очень сильно начинают умереть Смотрите, какая она пышная И какая она компактная стоит, да? Вот эта пепперомия Если бы она стояла где-то в тенечке у меня То листья были бы очень длинные Под весом листовой пластины Черешки бы начинали опускаться Эстетика бы пропадала То есть, основная проблема Ну и росла бы хуже Кстати, еще одна новинка Последняя новинка Честно Больше здесь нет Вот такая пепперомия Тоже красотка Относится к кампельным Не устоял я перед ней Ангулата Роккаскуро Я так понимаю Скуро это по-итальянски Темный Я так думаю, да? Потому что ускуро по-испански И рока как гора Или скала Темная скала В общем, красивейшее растение Видите, какая она приятная Это пепперомия Роккаскуро Что-то Кстати, этот молодой листик Так странно выглядит Надо будет проверить Что с ним не так Какая-то пыль А, это пыль какая-то Надо будет протереть его Да, очень приятная пепперомия Очень красивая И очень мне нравится На самом деле Здоровское растение Да? Тоже к кампельным относится Тоже здесь легко Можно взять, например Небольшую веточку Посадить в грунт И будет чувствовать она себя Прекрасно и хорошо Так, и последняя группа растений Кстати, я вам еще покажу Вот такую деталь Тоже Видео получилось длиннее Чем когда я показал всю коллекцию Тоже как есть Здесь у меня стоят Покажу, да Кстати, вода Дистиллированная Она недорогая Я иногда беру воду из Обычно используют Увлажнитель воздуха А у меня наоборот Осушитель воздуха Так как у меня влажность Очень высокая Я использую вот эту водичку Когда нет У меня в осушителе воздуха воды Я использую для полива хищника Покупаю просто Дистиллированную в магазине Да, там еще стоят бутылки с водой Здесь у меня хранятся все отравы В основном я пользуюсь Исключительно Не исключительно Но в основном Это органика Вся отрава у меня Здесь тоже причиндала Так сказать Для растений И здесь тоже Мои средства разные стоят Тоже Отравки Удобрения Для декоративно-листных растений Для орхидеи Всегда используем Специальные удобрения Потому что Композиционный состав Отличается От декоративно-листных Для кактусов тоже Используем Желательно специальные удобрения Так как там меньше азота И кактусам так много азота не нужно Как например Филадендронам Азот он влияет Именно на рост Зеленой массы Кактусы растут Очень медленно Если очень много азота То начинают Отрескаться Появляются шрамы Так как они не успевают За этим ростом Их ткань не успевает расти Так И последний момент Уф Устал говорить Сингониумы Красавчики Сингониумы Довольно много их Растут Почему-то медленно Не спеша Вы знаете Я хочу их пересадить Пересадить их Группами Объединить их По сортам Похожим между собой Чтобы не иметь Так много горшков Например Все эти розовенькие Можно посадить вместе Зеленые с рябью Можно посадить вместе Я думаю Будет красиво Пышно Этим мы займемся И обсудим одну тему Так Pink Splash Здесь Здесь Christmas Aurea Аурея называется данный Аурея Да Кстати выдал Новый лист Варегатный Очень приятно Что последние росли Какие-то зеленые Это Imperial White Если я не ошибаюсь Тоже Что-то у меня так Произошел какой-то Сбой в программе Вот это тоже здоровский Сейчас скажу Как он называется Красивый Этот сингониум Red Spot Такой Red Spot Красивый Мохито Вот этот Мохито И Pink Вот такие сингониумы Грунт Я использую Для декоративно-лиственных Растений Добавляю туда Перлит Добавляю туда Небольшое количество Коры Для орхидеи Чтобы сделать его Немного более кислым И в принципе все И чувствуют они себя Прекрасно Вот эти я сажал Вермикулит Вермикулит Я заметил Он для них Слишком влагоемкий То есть поливаю Я их крайне редко Поэтому я хочу В будущем Когда буду обвинять Вместо вермикулита Использую перлит Ну и все Яркий рассеянный свет Тоже любят Солнышко Кстати они могут Выдержать даже Некоторое количество Прямых солнечных лучей Но желательно не южных Конечно Например восточное окно Да или западное окно Они могут себя Вполне хорошо чувствовать Вот у меня Когда я открываю окно Для хищников Прямые солнечные лучи С южного окна Попадают на них Небольшое количество Доходит Да Но они чувствуют себя хорошо Этот не погоревший Этот старый просто уже А молодые листики Выходят яркие Сочные Если стоят в тени Зачастую вот такие Вариегатные Нестабильные формы Не все Но многие Начинают терять Вариегатность Пестролисно Все друзья Вроде бы обо всех рассказал Про Сингоне У меня есть отдельное видео Мы про них еще поговорим В будущем Когда я буду пересаживать Вот так это все выглядит Здесь у меня еще есть Отстойная вода Когда например Я не успеваю Фильтр Отфильтровать все Добавляю некоторый процент Иногда грешу Просто отстойной воды Да Но стараюсь Так много ее не использовать Вот такая подробная Экскурсия получилась Вроде бы ответил На все вопросы Моих зрителей А кстати Последняя Вот тут Не показал Не показал Вот эти Здесь у меня проращиваются Семена антуриума Не знаю Прорастет ли что-то Или нет Уже пару недель стоит Пока никаких признаков жизни нет Если прорастет То в будущем Я сделаю вам видео В садовом центре Просто взял семена антуриума Созревшие И посадил И вот там еще стоит Одна драцена Фрагнанс Или фраганс Фрагнанс по-моему Тоже Ни туда ни сюда Подарили эту корягу Не знаю что с ней делать Выкинуть жалко Но и держать ее Я не вижу смысла В общем не знаю Постоит и паралистиков Замия Кулькаса Тоже Рейвана Которые уже проросли Все Теперь точно Могу прощаться Спасибо всем Кто был со мной Вот такое полчаса Длинное видео Но я надеюсь Ответил на все ваши вопросы Берегите себя До новых встреч С вами был Николай Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok